Хотел бы, чтобы вы проинформировали меня о работе нефтехимического комплекса. Ясно, что влияние его на развитие экономики и регионов, в том числе, велико. Какова сейчас ситуация? Ну и здесь же вопрос о бюджете. Каково у вас тут положение? Насколько вы выполняете те планы, которые у нас существуют? Второй вопрос – это поставки сырья на наши НПЗ, источники поставок. Есть ли здесь проблемы? Третье. Ясно, что нас пытаются расшатать и наклонить, прежде всего, по этому направлению. Нефтехимическая отрасль и, прежде всего, поставки и реализации нефтепродуктов. Зарубежные наши, так называемые, партнеры себя не очень солидно ведут. Известные санкции. Какова ситуация сейчас? Следующий вопрос – о ситуации в условиях функционирования наших предприятий и российских. Разница все-таки здесь у нас есть, еще и налоговый маневр присутствует. Мы тут наполовину вроде бы как-то договорились, но проблемы есть. И какова эта разница в условиях хозяйствования в союзном государстве? Ну и инвестиционные проекты. Мы договаривались, что в этом году мы должны завершить эти инвестиционные проекты. И нам обязательно надо, Юрий Викторович, запланировать со главой администрации наши поездки с вами на эти НПЗ. Посмотреть, как реализованы эти проекты. И Гродно-Азот. Гродно-Азот. Нынешний уровень проработки этого проекта. Вот такой комплекс вопросов. Кратко, пожалуйста, Андрей Алексеевич, докладывайте. Уважаемый товарищ президент. В текущем году обеспечена стабильная работа всех организаций, входящих в состав концерна «Белый Ветехин». Обеспечен положительный темп объема промышленного производства. При этом мы не работаем на склад. Мы выгружаем свою продукцию на экспорт. Сегодня даже удельный вес остатков снижается по сравнению с началом текущего года. Редактор субтитров А.Семкин